Всем привет, ребят! Вы на канале Android and Windows полезные советы. И сегодня я вам расскажу, как можно фактически оживить свою батарею, при этом на смартфоне ничего не делая, новую не покупая, в сервис не нужно идти обращаться. А все просто дело в том, что нужно правильно настроить свой смартфон. Да, сегодня я вам расскажу, что именно, точнее, как именно приложения втихаря от вас включают Bluetooth, Wi-Fi, GPS и так далее и тому подобное. Присылают вам различные уведомления на рабочий стол, хотя вы все это дело блокируете вроде бы. Ну, в общем, как бы сегодня поговорим о приложухах, которые стоят на вашем смартфоне. У каждого они, конечно же, будут свои, но я вам покажу, как правильно все это дело настроить и как убрать большой расход батареи. То есть, как вы понимаете, нам ничего не нужно дополнительно, ни денег не платить, ничего не скачивать, какие-либо приложения, просто нужно правильно настроить наш Android смартфон. Да, все мы с вами хотим, чтобы при покупке все это было уже сделано, либо существовало крутое приложение там, где нажимаешь кнопочку настроить и магическим образом все это дело происходит. Но, к сожалению, ребят, реальность такова, маркетинг таков, что, соответственно, это никому не выгодно. Поэтому только вам в ваших интересах, чтобы ваш смартфон работал хорошо и, соответственно, его для этого нужно правильно настраивать. Итак, ребят, переходим к делу, заходим в настройки нашего смартфона, спускаемся ниже и нажимаем приложение. Но здесь мы пойдем более хитрым путем. Конечно же, все это дело было спрятано и спрятано очень сильно нашими любимыми с вами разработчиками. Мы переходим в разрешение, но это еще не все. Переходим в разрешение приложений, извиняюсь, точнее, другие разрешения. И смотрите, казалось бы, что происходит? Нам подсовывают приложения, у которых есть разрешение, и нам нужно в каждое приложение заходить и смотреть его разрешение. И мы с вами не можем понять, почему садится наша батарея. Но мы-то с вами очень умные, и мы-то знаем, куда надо зайти в тайное меню. Нажимаем разрешение. И вот она, хитрость, которую от нас спрятали разработчики. И смотрите, тут все отсортировано. Тут есть, какие приложения имеют доступ к настройке системы. Приложения имеют доступ к настройке системы. Вы только вдумайтесь. Они могут менять настройки системы. Заходим, например. Это заметки, компас, фото, шерами. Все остальное отключено. Ребят, ну, если даже подумать логически, я не знаю, зачем шерами может менять настройки системы. Как и те же фото. Как они могут менять настройки системы. Компас. Ну, хорошо, компасу разрешить заметки. Конечно же, ну, я просто сейчас ставлю спрашивать, а вообще нужно ставить запретить. Запретить и, соответственно, запретить. Ребят, вообще и компасу надо запретить. Потому что на каком основании вообще хоть одно либо приложение может без вашего ведома менять настройки системы. Это просто уму непостижимо. Идем дальше. Состояние Wi-Fi. Включение, выключение Wi-Fi. Логика та же. Все вот эти вот приложения, которые светятся зеленым, могут включать и выключать Wi-Fi. Понимаете, Wi-Fi заметки могут выключать. Xiaomi может Wi-Fi мне включать и выключать. Mi пульта может мне Wi-Fi включать и выключать. И вы представляете просто, что вот эти вот приложения, кстати, напишите, у вас больше приложения имеют доступ к Wi-Fi. У меня четыре было, да? Вы представляете, они все включают Wi-Fi, когда им заблагорассудится. Они включают Wi-Fi. Не вы, они. То есть, фактически не управляют вашим смартфоном. А вы потом удивляетесь, куда батарея девается. То есть, как она так быстро разъезжается. Вот ответ. И так далее и тому подобное. Ребят, я когда нашел эти настройки, я в шоке был. Состояние Bluetooth. Точно так же эти приложения могут брать, включать Bluetooth. Это как вообще? Ярлыки рабочего стола. То же самое. Ну, это просто жесть, ребят. Экран блокировки. Открывать, собственно говоря, это новые окна. Запущено в фоновом режиме. В фоновом режиме приложение запущено, и оно может открывать новые окна. Но это просто жесть. Это просто жесть. То есть, это нереально высаживает ваш смартфон и нереально создает дыр в вашем телефоне в плане безопасности. Поэтому по всем этим настройкам тщательно вы должны пройтись. И всем приложениям позапрещать просто доступ почти ко всему. То есть, оставить только эти разрешения у крайне важных для вас приложений. И то я бы советовал ко многому запретить. Потому что в любом случае, все это работает без вас в тихоря в фоне. Когда вы будете запускать приложение, все будет нормально. Вы там ничего не почувствуете, никаких проблем. Ничего там не произойдет. То есть, оно будет работать полноценно и нормально. Вот так вот, ребята, эти настройки от разработчиков значительно высаживают наши батареи. Поэтому отключайте их и пользуйтесь вашим смартфоном намного дольше. Всем пока. До новых встреч.